В прошлых видео мы проверили, что будет, если раскаленный шар бросить в огромную гору из 20 тысяч спичек. И бахнули самыми мощными петардами кучу разной техники. На этот раз мы проведем невероятный эксперимент, потому что мы продолжим испытывать технику самыми мощными петардами. Поехали! Привет, друзья! Вы на канале Экспериментатор. Этот эксперимент мы проведем в поле в самом секретном районе Гармония. Только никому не говорите, где он находится. В прошлом видео я обещал, что мы бахнем больше техники, чем обычно. А для нее у нас есть еще больше самых разных и очень мощных петард. Поэтому сегодня я возьму с собой вот такой принтер. И еще один побольше. Для них у меня есть новые особенные петарды. Раньше мы их не использовали, но они точно не слабее предыдущих. А это вот такие фестивальные шары. И еще одна нереально мощная петарда из Даркнета. Так что давайте поскорее испытаем наши новые петарды. А для начала мы испробуем на вот этом принтере поменьше наш фестивальный шар. Он очень мощный. Мне кажется, что от этого принтера ничего не останется. Но большой принтер мы взорвем петардой, которая гораздо мощнее этого шара. Так что смотрите видео до самого конца. Все готово к нашему эксперименту и можно отправляться в поле экспериментаторов. Кстати, это совсем не короткая дорога. Каждый раз мне приходится проделывать огромный путь. И еще и спринтерам в руках. Так, мы уже почти пришли к полю. Сейчас там так много грязи. Но я знаю, что с этим нужно делать. Сделаю себе вот такие экспериментаторские бахилы. О, отлично. До места эксперимента осталось совсем недалеко. Ох, наконец-то. Я уже устал нести этот принтер. Давайте поскорее его взрывать. У меня есть две вот таких петарды. Хм, какую же из них выбрать? Открою его и положу в середину наш фестивальный шар. Это самый мощный из фестивальных шаров, который можно только найти. Так, а фитиль проведу вот тут. Теперь нужно пару раз обмотать скотчем, чтобы шар не вылетел раньше времени. Готово. Но осталось только зажечь фитиль. Ничего себе! Вы это видели? Туда что-то полетело. Откуда там дым? Капец, что это такое? Мне кажется, ему все-таки вафка. Смотри, оно было внутри, а разбило снаружи. Ты видишь? Ого! Принтер разнесло на кусочки. А как прикольно разлетелся салют. Хотя почти вся внутренняя часть осталась целой. Но от обшивки не осталось ничего. Кстати, вы помните, как мы много раз пытались уничтожить вот эту сковороду? За все это время мы ее еще ни разу не испытывали фестивальным шаром. А ведь это очень мощная петарда. Для сковороды мы взяли вот такой шар. Но не думайте, что мы забыли про самый большой принтер. Его мы бахнем уже очень скоро. А пока я примотаю скотчем, этот фестивальный шар к сковороде... О, шар примотан очень плотно. Как вы думаете, выдержит ли сковорода? И на этот раз... Так, поджигай фитиль. Продолжение следует... Ничего себе! Вот это шарахнуло! Меня чуть не задело салютом. А куда улетела сковорода? Посмотрим, что там с ней. О, вмятина стала немного больше. А в целом ничего не поменялось. Теперь мы знаем, что и фестивальный шар не может с ней справиться. Предложите в комментах, как еще можно испытать эту сковороду. А нам пора приступать к основному эксперименту. Мы же хотели бахнуть вот этот принтер. Он побольше того, который мы уже бахнули. И для него мы припасли вот такую самую мощную петарду. Посмотрите, какая она огромная. А в руке ее даже тяжеловато держать. Мне кажется, что от этого принтера ничего не останется. Положу петарду вовнутрь. Так, а что у нас здесь? Ой, этого вы не должны были увидеть. Смотрите, какая здоровенная петарда. Она такая, что даже еле пролезла в принтер. Фух, наконец-то у нас все готово. И принтер уже заждался. Нужно поджечь фитиль. О, не очень страшно. Такой петарды мы еще ни разу не взрывали. Страшно. Так, что-то она долго не бахает. Ну, подходить мне страшно. Подожду еще. Я уже долго прождал. Похоже, что петарда не взорвется. Пойду и посмотрю, что там такое. Ну, помните про 44-е секретное правило экспериментатора? Не испытывай удачу, если это не касается экспериментов. А, фитиль не догорел. Наверное, она долго пролежала, и он мог отсыреть. А как вы думаете, из-за чего еще могло это произойти? Подскажите в комментах. Но я на этом не остановлюсь. Я кое-что придумал. О, сработало. Что там происходит? Из принтера идет дым? Кажется, он загорелся. Ну, где же взрыв? Думаю, за петарды дошло. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Петарда ведь даже не взорвалась, но она просто прогорела. Очень жаль, потому что мы потратили на неё целых 5000 рублей. Но представьте, что было бы, если бы она взорвалась. В следующих роликах мы обязательно повторим эксперимент с этой петардой. Давайте посмотрим, что там случилось с нашим принтером. Он всё никак не погаснет. Рядом с ним находится очень жарко. Нужно потушить огонь. Сделаю это снегом. Субтитры сделал DimaTorzok Вот и всё, пожар ликвидирован. Посмотрите, что осталось от принтера. Кусочки стекла так нагрелись, что стали буквально рассыпаться. А всё остальное стало таким чёрным, что уже не разберёшь, что это за детали. Теперь нам осталось только убраться. Потому что 280-е правило экспериментатора говорит, всегда убирай за собой. Давайте подведём итоги. Сегодня мы провели очень фееричный эксперимент. И испытали новую нереально мощную петарду. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Потому что в следующих видео я бахну ещё более мощной петардой. Вот этот огроменный принтер. Специально для нас его нашёл нам наш богомол Валера. Так что нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить этот ролик. До новых встреч, друзья. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok